итак мы продолжаем и без вообще всяких шуток мой голос уже отъезжает и я надеюсь в ближайшие минут 20-30 меня как бы отпустят и мы закончим стрим на сегодня я очень сильно на это надеюсь что из диалога выпустят и не буду держать целый час но зная эту сюжетку я считаю что пережив те же дилемма на вы будете лучше меня понимать ну сейчас сейчас так девчонки не влюбляйтесь после его этих дилем я надеюсь это но держитесь я знаю к чему это я знаю к чему это дипломат смысл ты чего начнем пожалуй первый выбор история с птенцом я я я говорил я говорил я ведь говорил что он с детства начнет а вот в понедельник я сходил покатать вместо того чтобы пойти поиграть на улицу вот вот мы прям начинка начинаем с его детских выборов да боже ты мой лучше бы я был неправ когда это говорил поля эта история произошла когда мы с зарянкой были детьми а мы были пострадавшими от стеллорона а господин гофердрев из семьи да тот самый будущий повелитель грез пинаконии увидел что мы с сестрой остались совсем одни и взял нас под свою опеку так подождите мне надо грянуть мне 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 нужен будет антистресс а после этой катки мля и феликсов сети нету чтобы в лол пойти после стрима мне мне нужно будет пойти в лол определенно мне нужно нужно будет на на ком-то выпреснуть свое негодование а с тех пор мы зарянка и не знали ни печали ни забот но однажды после ужина мы увидели во дворе во дворе господина гофера маленького голубя гармонии птенец был крошечным еще не оперившимся и голосок у него не прорезался когда мы его увидели он при смерти лежал в траве нам показалось что родители его бросили кто бы сомневался что с детства начнет тогда мы решили построить для него гнезда но он тут мы подумали что зима выдалась холодной на улице ночью на был сильный ветер а еще во двор могли изобрести дикие звери или попасть ядовитые змеи тут прикол если выберешь то что выбрал он не я вряд ли буду выбирать то что выбрал он на самом-то деле ну я адекватный человек надеюсь было очевидно что если оставить птенца во дворе и он не продержится до весны тогда я предложил унести его в дом не оставить на подоконнике а потом попросить взрослых сделать клетку мы решили дождаться когда он наберется сил чтобы летать самостоятельно и так тогда отпустить его на волю к сожалению мы не подозревали что птенчику уготован печальный конец одно мгновение отделяла нас от того чтобы решить его судьбу а сейчас я предлагаю вам право выбора какое решение вы примете в такой ситуации так 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 да отсюда я вот 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 этого ей боялся придерживаться изначального плана на месте сделать гнездо из мягкой подстилки нет или сделать клетку чтобы он жила в теплой комнате пока не вырастет во взрослую птицу да я жду вашего ответа но клетка пока он не поправится выглядит здравым в принципе вариантом а нас отпустили убиваем да блин нет надо это это все-таки нужно пройти ладно сделаем клетку нас отпустили трон ливай нет надо сделать клетку чтобы он жила в теплой комнате пока не вырастет во взрослую птицу но я думаю нам и дальше будут давать такие возможности заменять а вот ладно делаем выбор что за бред воскресенье несет ничего не понял так хорошо что не понял а то был бы как он я рад что вы сделали тот же выбор что и мы тогда на 1 вы пришли раз вы приняли решение я покажу вам откровения с результатом вашего решения ну зарянка тоже приняла это решение поэтому тут я с ней согласен поздравляю вы прошли тест на сандея вы как нету я как зарянка вот попрошу без оскорблений я как зарянка зарянка тоже пришла к этому выбору дгг гармонии 30 минут я вряд ли осилил 30 минут еще мы тщательно за ним ухаживали каждый день готовили тщательно подобранную еду вычесывали ему перья наконец в тот день когда зарянка покидала пинаконию мы открыли клетку и выпустили его на свободу я долго наблюдал за ним из окна и где-то три дня все три дня он раз за разом пытался расправить крылья и взлететь в небо но снова падал на землю и начинал все заново наконец со сто тридцать седьмой попытки у него получилось взлететь но полет закончился неудачно покачавшись на ветру какое-то время он снова упал на землю не сумев поймать воздушный поток при падении он сломал себе крыло он из последних сил хватался за жизнь у меня на руках но все было напрасно он встретил мучительную смерть наша забота и надежда отправили его на гиби я глубоко сожарел о нашем выборе далее перейдем ко второму выбору на этот раз истории одного искателя грез ой того который свою семью продал ну детей до эта история произошла в период моей службы бронзовым певчим певчий это особая должность в клане дубов мои обязанности входило выслушивать жителей мира грез которые находились в замешательстве или сомневались в чем-то и давать им соответствующее наставление а в то время я мог слышать голоса со всех уголков мира грез радостные печальные презрительные разочарованные мир полон самых разных человеческих характеров и мне посчастливилось немного с ними познакомиться тогда появился искатель грез который был нерегалом как и все прочие путешественники он прибыл на пинаконию в поисках лучшей жизни только вот цена которую он заплатил была слишком высока для простого смертного можно сказать он отдал все мы иногда создается такое ощущение что стример видят будущее а тут просто сюжет ты очень очевидны порой бывают они уже где до этого были или в играх или фильмах или в анимках вот это не берут лучшее и подстраивают это под свои игры но в принципе в этом нет ничего плохого он говорил не так я продал все что имел на родине дом землю и даже двоих детей он говорил что не смог бы их прокормить а продав в рабство хотя бы обеспечил им еду они наверное очень сильно его благодарили не так у него был план когда разбогатеет вы купить детей обратно и подарит им сладкие грезы пинаконии но тут ее бубу немножко нерегал да сожалению его маршрут нелегального перехода был очень рискованный и непреклонные гончие на паре на след вот такому человеку я бы не стал помогать который своих детей в рабство продал надежде там на какое-то светлое будущее серьезно выслушав его историю я попросил план гонщик остановить преследование чтобы он смог жить более спокойной жизнью к сожалению моем видение ситуации оказалось слишком поверхностным и я не предполагал что моя доброта приведет к добрым горьким посредствиям а я делаю не этот выбор очи ответ я сообщу вам чуть позже на сейчас я прошу вас сделать выбор принять то же решение что я попросить клан гонщик прекратить розыск чтобы искать грез прожил спокойную жизнь ради своей мечты да и забил болт на детей сохранить молчание и оставите его влачить жалкое существование под преследованием гончих обрекая на неизбежное страдание пусть пострадает как свои детишки как его дети давай мразь продавшая своих детей это как бы такое себе нам промолчать и оставить его влачить жалкое существование под преследованием гончих обрекая на неизбежное наказание да похоже ты так же как и я размышляешь мог ли другой выбор привести к лучшему результату но боюсь его финал будет даже более горестным на предположим что его никогда не поймают но тогда он точно умрет от нервных срывов чтобы предположим вот что значит предположим не они брать не надо вот давай мне предполагать он уже сидит предполагает но тогда он точно умрет от нервных срывов методы погружения в сон у нелегалов чаще всего необычные это не в отеле поспать они думают что жизнь в мире грез это сказка какая-то но если им позволить гончим поймать его считаете они проявят снисходительность так а чего с ней к нему проявлять нисходительность у детей своих сука продал с чего вы мы вообще сидим а как бы ему вот не не сделать плохо этому нелегалу который детей в рабство продал ой как же ему бедолаги то не сделать хуже а та 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 да понятно что он может предполагать но знаете предположение это такая себе тема но также не вы их натуре помогает другим что до твоего выбора я снова глубоко о нем сожалею далее тебя ждет третья и последняя дилемма не о моем выборе сожалеть не надо сюжет над лана ну если бы на этот раз история обо мне эта история произошла в тот день когда я вступил в должность главы клана дубов тогда господин гофер который сейчас является повелителем грез попросила приватной беседе к моему изумлению повелитель грез просто передал мне письмо он попросил меня прочитать и письмо оказалось от моей младшей сестры я просто не понимаю почему воскресенье так вот сидит просто и искренне сожалеет человеку который своих родных детей продал в рабство ради того чтобы приехать на пинаконию ну типа то есть он продал дом двоих детей а то есть если бы он просто продал дом он бы детей не прокормил но какое-то время пожил как бы сандей надеялся что-то чел выкупить детей он уже детей в рабство продал он уже априори ебанутый вот в чем дело вот к чему я веду и поплевать что он там надеялся их выкупить это тут я хз это как свою сестру на трассу поставить в надежде что ну да тоже там со временем возможно все наладится ей не придется там работать ну я не знаю вот это вот этот ход мысли его я вообще понять не могу ну никак как бы и не старался так что тут я его вообще не понимаю хотя у него хватило денег добраться до ну как бы он продал все такое но тут выбор либо дети сдох да как они сдохнут с голода когда у них был дом который он продал духом дом он дом продал и детей можно было просто продать дом пожить в шалаше но счастливо есть такая поговорка я думаю денег от продажи дома им хватило бы вполне себе какую-то там жизнь я понимаю если бы у них там не дома ничего не было и все его имущество это дети имущество дети ну да пока деньги не кончатся не ну да если лежать просто на кровати все это время и ждать пока деньги закончатся туда но можно чем-то заниматься дети же потом подрастут и тоже смогут как бы ну зарабатывать денег с продажи дома я бы думаю им хватило ну чтобы дети хотя бы немножко подросли я там бы и сами что-то зарабатывали как бы вот так ослаблен просит обсуждаем такое такое тоже осуждаем такое да вот лучше бы он себя продал в рабство деньги детям отдал и у них был бы и дом и деньги как вам такой вариант ребята этот вариант немножко получше нам ну это было бы намного лучше вот ну блин если тогда отсюда ей говорю чтобы него дом был собственности который он продал вместе с детьми цирка просто цирк от письме были лишь дежурное приветствие и описание ее на многочисленных путешествий по мирам у меня закрались сомнения какое отношение имело это письмо к нашей беседе повелитель грез начал разговор ты знаешь от кого это письмо имя привет конечно это почерк моей сестры на вы пришли только для того чтобы обсудить мои семейные дела чтобы ты а чтобы ты глубже разобрался в этом деле ты знаешь где сейчас зарянка какой недовольный стоит если у него вообще дети были он мог напиздеть чтобы жалость вызвать мог могло быть и так ну тогда он не такая но мы все-таки будем ему верить вот дом все деревянные 2 однушкой мог бы дну это деревянная студия такая на болоте где и живности только жабки но французу то выживают жабок еле-еле я думаю у нас в чате есть тоже люди которые ели и они могли у меня вон кот рыжик съел жабу голову жабью отъел умерзость а потом клевал приятного аппетита тем кто ест да рыжик он немножко с ебанцой он поймал жабу отгрызы голову потом клевал ходил путь полдня странный котик ночью поделать и это не потому что я его не кормлю он как бы сам такой подозрительный на судя потому что написано в письме наверное на к сберине 8 она сейчас там путешествует а в другом варианте он соврал про детей серьезно ребят которые проходили по второму варианту у него он детей не продавал он соврал или да или что а да если так то ну значит вроде нормальный чел был он продал так продал имени правда короче странно он сказал в итоге какие дети когда стал богатым а так все понятно он просто моральные уроды да забыл он про детей получается забейте все верно тварь поэтому я не сожалею о том выборе который я сделал понятно наверное она упоминала что она упоминала что получила шальную пулю чего шальную пулю что в ганках и вот это какие места и и такие понесло на этой планете разразилась война именно поэтому царянка ее выбрала ради установления гармонии и спасения местных жителей она отправилась на передовую хренеть она полет сильная пуля это же будхил ну да птичку подстрелили она надеялась что ее прекрасный голос утешит людей и была готова пожертвовать собой чтобы помочь кмм с доставкой гуманитарной помощи жаль пуля нарушила ее планы чего боевой айдол по-другому и не скажешь это называется курорт у нее был путешествие а что с ней сейчас если операция прошла успешно сейчас она должно быть восстанавливается в полевом госпитале а именно поэтому письмо было таким знаете сухим типа там привет привет все норм давай пока и он и всемогущая пуля попала ей прямо в шею но вероятно как воздаяние за неукоснительное следование гармонии не задело артерию когда закончишь с делами напиши и ответ охренеть зарянка в горячих точках побывала так-то вот это на самом деле твист который я вообще ну никак его нельзя было предугадать и предвидеть грязные дикари я сейчас же собираю вещи спасибо что сообщили мне господин гофер теперь вы понимаете почему она постоянно носит замысловатое украшение на шее ну теперь то понимаю этот шрам виден на 6 долоне а вот оно что госпожа зарянка не волнуйтесь все это в прошлом я поделился этой историей в надежде что вы поймете ограничения и трудности связанные с гармонией принцип сильные защищают слабых звучит возвышенно но часто заставляет принимать желаемое за действительное вот вам и певица которая просто скачет на сцене да вот это прямо внезапно точно так же я приготовил для вас последний вопрос финальным выбором но не волнуйтесь на этот раз не будет никаких мрачных посредствий на самом деле ничего не произойдет потому что это лишь пустая фантазия кошмар который преследует меня из ночи в ночь если бы у вас была возможность сделать выбор как сделал некогда я вы поддержите решение зарянки ступить на путь гармонии да но он пытался ее защиту там отговорить зарянку от путешествия но это ну это как бы смысл ее жизни и все такое поддержим зарянку хочешь хочу а вот как ну что я уже понял вашу точку зрения я задал эти вопросы чтобы разъяснить одну вещь гармония не может спасти пинаконию она лишь смогла создать парк развлечений где действует порядок принцип которого сильные контролируют слабых не понятно да но блин это как бы это то к чему она стремится это ее идеалы и убеждения и я хоза а как можно отговорить от подобного я знаю как люди страдают от горя сбиваются с пути из-за невежества падают духом когда дела идут не по плану и теряют надежду все это меня глубоко огорчает потому что такое никак нельзя назвать счастьем мы обязаны вести слабых счастливой жизни и эта жизнь вовсе не роскошь для богатых и знаменитых а в абсолютном смысле способ существования человека ты говоришь с позиции постороннего человека просто тогда и есть посторонний человек в данном смысле вот ну как и все вы так что логично никто не сможет понять его в этого в этом вопросе лучше него самого так что и что ты подразумеваешь под счастливой жизнью хороший вопрос человеческое сознание есть иллюзия так называемая клетка самоценности она побуждает человека совершать ошибки за которые расплачиваются другие во на этом моменте я бы на самом деле уже и стрим где-то потопал там поэтому выпустите пожалуйста меня из диалогов очень прошу очень надо очень надо ошибка за ошибкой и уже нельзя отследить начало эта клетка превратилась в общую тюрьму в закон природы а выживает сильнейший скоро выпустят фух прям обнадежил до эпика минут 10-15 а мы эпик припережем просто на следующий стрим на завтра в природе всегда есть хищники и жертвы а ее обратной стороной является порядок и я хочу именно этого привести счастье он просто я уже сейчас устал и довольно сложно и эпик будет восприниматься скорее как пытка нежели чем что-то прям хорошее а в начале стрима это будет само то зарядит я думаю бодростью или нет нет кредо и я хочу именно этого привести счастье всех живых существ к единому порядку это коммунизм что ли людям больше не нужно будет делать тяжелый моральный выбор и пытаться преодолеть человеческие слабости только отказавшись от звериных привычек можно создать рай принадлежащий человеку вариант 2 они строят здесь коммунизм и вариант 3 они пытаются устроить сюжет фильма эквилибриум вот кто смотрел эквилибриум они возможно понимают о чем речь ну смотрите сама механика вот прям сама механика которая есть на пинаконе когда можно управлять эмоциями людей тадам как бы а что если не химия одна так может вот понимаю что на словах идеи кажутся слишком абстрактными давайте рассмотрим простой пример а вы возможно знаете что в некоторых мирах существуют социальные системы с двумя или тремя выходными и даже так после тяжелой трудовой недели в выходные люди сбрасывают себя жизненные заботы и отдыхают душой э учащиеся ученики студенты как как каково с одним выходным в воскресеньем живет сука он в честь студентов назывался не иначе потому что у студентов обычно один выходной и это воскресенье понятненько а вот где-то там три у кого-то и только в такие дни люди свободны от закона джунглей и могут почувствовать счастье и облегчение к сожалению двое-трое суток относительно продолжительности жизни это ничто вы понимаете что он сейчас просто давит на больное это хорошо что сейчас субботы еще сегодня прям в тайминге мы попали на мой взгляд идеальная социальная система это семь выходных у сука голосуй за воскресенье а завтрашнее воскресенье это второе третье и так до бесконечности воскресенье я представляю образ нового мира как и вечно беззаботную жизнь голосуем ребят в японии учебный начинается с апреля боже так что-то это стрелочка поворачиваться начала с моим мнением хорошие мысли он толкает и философия его мне нравится вот пупупу таким образом и жители парк развлечений могут найти свое место меня это так разозлило да ацука прям на больную сады ух а кто-то благоговеет перед звездами вдохновленно рассчитывая расстояние до изолированного мира веганы а кто-то обнимается кто-то обнимается в укромных уголках а без необходимости брать лишнюю ответственность ага угу только без необходимости снова переживать страдания человечество сможет встретить предначертанный финал в самом возвышенном и чистом состоянии и прожить достойную жизнь в этом заключается счастье а идеологический бред он понятно он просто пытается создать утопию которую создать невозможно чего сколько бы тебя пытались госпожа святочок вы страдаете синдромом потери энтропии точно должны понимать на в чем здесь суть ведь так привет библейским отсылкам оу всего нам в хасере хватало кроме этого звучит почти идеально так в этом и проблема не бывает ничего настолько идеального но какова цена 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 ничтожная а лишь мои вечные муки ради того чтобы миллионы продолжали жить в парке развлечений одному человеку необходимо бодрствовать в одиночестве до конца существования вселенной иисус ты ли это бодрствовать правильно ли я понимаю что парк развлечений всего лишь сон а войти в парк значит отбросить реальность так счастье всех за страдание одного ник ничего не напоминает уже напоминает да не отбросить а выйти за рамки реальности лодь слаба если материя является источником душевных страданий то нам следует победить ее но внутри такого счастья люди не побеждают страдания а вечно упускают шанс преодолеть их собственными силами другими словами это избегание можете так считать но в избегании нет ничего постыдного как раз наоборот в сердце каждого человека посеяно семя избегания госпожа светлячок вы никогда не задумывались почему живые спят потому что подсознательно мы все боимся проснуться ух ты ёбобо я боюсь только не уснуть со своей бессонницей ах ладно мы еще сны нормальные снились но мое великое дело не противоречит законам природы достаточно признать что натура живых существ слаба и как следствие простить их и взять под опеку я признаю ты прирожденный лидер ты полон сострадания к людям но по-прежнему не признаешь их испытывая лишь жалость но у меня есть свои представления о мире я за индивидуальность с моей точки зрения люди от рождения имеют право на выбор а где-то этот тейк уже слыхал я думаю все его где-то слышали возможно избегание это изъян характера но другие не должны определять кто является слабым а кто нет неужели я тоже считаюсь слабой я вовсе так не считаю раз уж госпожа светлячок выразила свое мнение звездный экспресс само собой тоже даст ответ а можно после конца диалога экспресс даст нам посоветоваться нужно доверяю это тебе химия озвучь наш выбор как и велел господин михаил а можно после ну завтра ну да нет пожалуйста отпустите скажите а где мы не пускают ты помнишь это место миша я не знаю но кажется у меня дожавю так а где же мы а короткий диалог и отпустят фу о обнадежили хоть раз чё отпугать не стал а это пузыри грез куда вошли наши сознания один из безымянных подарил его звездному экспрессу мы очень удивились что он оказался пуст когда открыли его а а подождите у меня сейчас такие ощущения что доктор эдвард из торгового дома мира грез сообщил мне что мир грез образуется из накопленных воспоминаний а если их нет то пузыри грез невозможно создать подождите этот миша это а так что я думаю ты миша коридорные отели и наиболее хорошо знающий пинаконию друг звездного экспресса должен помочь нам разрешить это недоразумение согласен ну ну я мало понимаю в пустых в пузырях грез но если вы хотите узнать что это за здание я постараюсь тут чуть не так не так ли я верю что ты справишься химика бальдя просто посмотри на галстук миши там вот эта заколка экспресса звездного одна деталь на его одежде химика я не совсем понимаю как ты увидела связь между мишей и пузырем грез ну да теперь даже я вижу я ничего не увидела просто предположила но раз миша как то знакомо это место значит мое предположение может оказаться правдой да место навевает воспоминания кстати бывали здесь верно здесь вы со светочком встретили смерть сейчас мы называем его сном думаю это место связано с рифом потока сновидений не трудно понять как оно здесь появилось сейчас меня больше всего интересует кто вас сюда привел если взять имеющиеся зацепки это точно не недотёпа но выяснить кто это жизненно необходимо одобрен я конусы не все видел еще ну точнее рассматривал мы уже близки к истине давайте дадим время миша он точно может помочь нам разгадать загадку пузыря грез ладно только здесь повсюду двери за каждый из них выход миша ты знаешь ну я думаю а может вон та да 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 говори вон та и мы завтра увидим что за ней да 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 ребят уф вливаем вливаем отсюда а как ревнуть то а ревнуть то нельзя ну типа можно но не полностью как бы так сказать то охранить и выйти уф легчайша сдали не али у всего ребят на сегодня я считаю справились он кстати статуя давайте сходим посмотрим что там он же вроде фанаты экспресса может мерч да не 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 сомневаюсь 2 900 за сюжет спасибо он так 80 гемов лишними не будут у да завтра определенно начнется что-то интересное подождите какие бы какая мерзость куда отстрадал но сегодня количество диалогов ребят количество диалогов но тут как бы каждый квест это миллион диалогов так золотали гемы и сейчас посмотрим что там по гемисом так еще одна крутка окей так ребят все на сегодня мы точно с вами уже будем прощаться завтра стрим будет не поздно но точно я не могу сказать когда потому что когда там турнирные игры закончатся вот и сразу запущу но тут диалоги хотя бы не такие душные как в геншине но в последнее время и в геншине они тоже более-менее адекватные но да здесь они интересные и постоянно где-то что-то происходит а у меня еще квест этого а искорки и лебедя висит где он где-то тут да да вот он его потом тоже надо бы пройти ай сколько всего сколько всего ладно ребят все на этом со спокойной совестью я с вами прощаюсь увидимся завтра пока 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 что